Мы живем в таком климате, товарищи, что такие у нас морозы, что даже самый последний алкоголик на улице не валяется. Боится, что замерзнет. Знает, что замерзнет. А вот посмотрите, наш как герой отличился. В каком виде его подобрали возле гастронома. Григорий Патынга. Уберите. Ой, Гриша, Гриша, как же теперь. Лар, ну не ожидал, Лар. Ну не ожидал, ей-богу, Лар. Ну, прости, Лар. Так, ну и последнее. Третье механический. В чем дело? Литья нет. А без литья не умеете? А без литья не умеем. Без литья только воздушные шарики выпускать можно. Воздушные шарики вы оставьте себе. Ну, товарищи, вроде бы наш. Юрий Петрович, можно я звук погромче? Ну, давай. Очень печально, товарищи, что случай этот произошел с рабочим завода тракторного электрооборудования. Григорий Патынга. Наш. Должен сказать, товарищи, если представители администрации будут покровительственно относиться к пьяницам и прогулщикам, мы не сможем оказать на них эффективного воздействия и не добьемся желаемых результатов по укреплению трудовой дисциплины в коллективах трудящихся. На каждом предприятии, учреждении и организации должна быть создана атмосфера нетерпимости и решительной борьбы с пьяницами и прогулщиками, с нарушителями трудовой и производственной дисциплины. Это чей же такой? Я спрашиваю, чей? Мой. Фамилия? Мой. Наш. Мой, наш, ваш. Куда же мы катимся? Участок серого чугуна. Первая смена 1200 опок. Вторая 1120. Вот третья чуть за 900 перевалила. Неужели 900? Да, 900. Так прогулы замучили, особенно в ночной. А надо, 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 главный металлург. 2500 за смену. Но цифра при данной квалификации рабочих недосягаемая. Надо или второй участок открывать, или ставить автоматику. Автоматику, автоматику. Ну поставим автоматику. Вон цветное литье перевели на автоматику. И что? Разогнать всех. Вот это правильно. Давно пора. Давайте всех разгоним. Сформируем новую бригаду. Вы, 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 я встанем на формовку. Час простоим и рухнем. Поляжем, как колосьев в поле. Тепло там, Юрий Петрович. Это я не знаю. По всей Сибири теплее местечко не найдешь. Никто не желает на теплое местечко. Нет желающих. А что? Новая бригада, это мысль. Молодежная. Может, обсудим на портком? Юрий Петрович, надо кончать литейку критиковать. Им помогать надо. Все свободны. Секретарь останется. Пишите, пожалуйста. Кузьмичев, я тебя поддержал, а ты мне завтра мою деталь дай втихаря, а? Третий механический. М? Ну, ... ... Продолжение следует... 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 Вообще-то я тоже. 300 свободно дам. Нет, 300 я не дам. 300 не дам. 250 это вот я. А 300 нет. Так втроем-то без малого тысячи, а? А нас семеро. Понимаешь? Видишь, размечтаюсь. А что, в четвером, неужели тысячу не набьем, а? А четвертый кто, по дэнго? Да. А где? Патынга, на бюллетене. Заболел. Да ладно, хватит вам. Заболел, заболел. Слышь, Гришка, Патынга после телевизора совсем уж, что за моду взяли по телевизору срамить? У него жена, ребенок, соседи. А тут ничего. Патынгу найдем. А я, я все-таки, я все-таки дел предлагаю. Вот они выходят, сейчас мы, сейчас мы на весь союз. Она с Натальей уже на досочке написал две тысячи, две пятьсот, гляди. Мульон. Чего? Вот и я говорю. Чего? Чего-чего? Чего-чего? Ну, он меня ударил, я его ударил. Так, он меня кулаком, а я схватил кувалду и кувалду его. Он ничего, отлежался, а мне полтора года дали. Он мне сейчас из армии письма пишет. Завелся с одним. Меня сетки поставили вязать. Норма ни в какую. Ну, думаю, убью кого-нибудь. Ничего, пронесло пока. Вот я говорю, не заложено у меня меры. Понимаешь, не заложено. Это все... Да тихо-то. Все, пока. Ну, и сейчас чуть что чувствую, не выдержу. Сажусь с полуоборота. Ты поаккуратнее как-нибудь. Хочешь, тебя научу 400 за смену бить. Кого? Меня, что ли? Да. 400. Мне бы 300. Ну, вот, завтра становись рядом. Ну, и что? Стану рядом и смотреть на тебя буду? Так я вообще 10 дам. Нет. Ты не смотри, я тебе сигналы буду давать биотоком. Чем? Биотоком. Понял? Ну, вот. Ну, давай, давай, поезжай, ну! Я тоже, знаешь, когда на флот попал, нас в учебке, значит, иди на ту работу, на эту. Ну, мы сразу все химичить. Вроде, где полегче. Ну, а где полегче? Ведь не угадаешь, правда? Ну, вот, я сказал себе, Серега, что ты суетишься? Иди туда, куда тебя пошлют. Ну, главное дело, это дело свое дело, с удовольствием. И все. Да, с удовольствием. Ну, вот, побежали же все в эту показательную, а? Ты хочешь набивать триста за смену, четыреста? Хочу. Все, главное, больше ничего нет. Главное, то, что ты хочешь, и то, что ты делаешь. Свое дело. Все, больше ничего нет. А ты? Ты не простой, Абрамов. Ты эгоист какой. Ты хочешь набивать триста, четыреста, или нет? Ну, сказал тебе, хочу, хочу. Ну, и все, это главное, больше ничего нет. Литейный, Патынга. Ты что, дурочку из меня строишь? Марш отсюда? Ты что, слушай, это... Иди, я закроюсь сейчас. Ну, ты что, Марин, ты что-то... Не знаешь. Жена твоя аванс получила. Жене на руки выдавать велено. Алкоголик, несчастный, марш отсюда. Давай, води. Там на горячего двести рублей. Слушай, ну, не ожидал, а? Патынга, взносы плати профсоюзные. Слушай, иди ты вообще. Да что значит, иди? Плати профсоюзные взносы. Ну, ты слыхала, что она сказала? Ну, нет, ты прочти, что тут написано. А я неграмотный. Отделение рядом. Да иди ты, что ты... Пошли, я... Чего? Чего ты? Ты только что разговариваешь. Не видишь, дружиня? Чего он меня свое получит, я его помню. А кто тебя? Да, вот. О, знакомый. Между прочим, мужики правы. На милляне из-за нас сидят. А из-за них и на главном конвейере перебои. Да ладно тебе. Да не да ладно. А из-за них уже в свою очередь трактора стоят, корма скоту нет. А потом мы сами еще удивляемся, того нет, другого нет. Получается круговорот воды в природе. Ну, а чего мы можем сделать? Вот именно. Что мы можем? Действительно, мы люди маленькие. Ну да, какие маленькие, прям совсем ничего не можем. Зачем живем? Да? Ой. Ходи утопить. Ага. После вас. Ну ладно, хватит, служите. Серега дельные вещи говорит. А ты чего ловишься? Здорово, славяне. Привет. Привет. Здорово. Ходи утопить. Давай в таком темпе. Я две, ты одну. Понял? Я вставай. Вот так и держи. И не оглядывайся не оглядывайся. Понял? Понял? Не оглядывайся. Наталья, сколько дали? 756. Еще час на обед вышивают. Самое сегодня? Машину доеду. Машину доеду. Оландчик. Оландчик, машину доеду. Оландчик. Оландчик. Сколько дал? 120. Мало. А все в работе? Кончилось, как всегда. Понял? Кончилось. А ты сколько? Стоп, стоп. Мало, ребята, мало. Что? Смотри, бригадир, кубок-то развяжется. Наталья, сколько? Дирекцион, здесь трех. А вот еще раз, да. Еще. Жив, Василий? Живой. Скоро обеда. 20 минут. Отдохни. Отдохни, отдохни. Я хочу, чтобы я поднималась, я бы там по мною началась. Слушайте. Прелечный. Такого же никогда не было. Не было, не было. А если бы не машина, знаешь, Абрамов, а ведь предал 400. Ой, слушайте, Кузьмичев идет. Вот сейчас обрадуется, а. Пускай радуется, удивляется. Дай-ка, милон. Да ты что, ну я же верно посчитала. Слушай, ты что делаешь-то? Действительно, слушай, мы же заработаем. Ну ладно, мужики, чего мелочиться? Разве что-то цифра, до полутора тысяч даже не дотянули. Ну, если бы Патынга Бетехтин. Если бы, да кабы. А их нету. Ай. О! Ну ты хоть детишкам? Да, намолотишко. Да. Ладно, мужики. Пошли, маяца. Ага, идите, парьтесь. Пару-то на вас и то жалко. Продрыхли, что ли, все в смену? Да не беспокойся, показательное у тебя будет. Что ты ищешь? Вот и покажешь. Несознательные учат вас, учат, в яслях учат, в школе учат, в армии учат. Мы беседы проводим. Все равно несознательные. Какие вы рабочие. Барахло. Они рабочие. Что? Барахло. Что ты сказал? Ладно. Ладно, Кузьмичок. Мы набили... Понял? И так будет до тех пор, пока не научишься с нами разговаривать. Пошли, мужики. В Рассоне рожи сполоснуть. И учти, вы тоже люди. Мам, мам! Вам холодильник тащит. Какой холодильник? Большой приважаю. Ну, идем, идем. Какой холодильник? Откуда он деньги взял? Что ты выдумываешь? 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 Так, держи, раз. Мне давай. Что такое, в чём дело? Подписывание закона. Моему мужу на руки зарплату не выдавать. Иди. Ну ты смотри. Иди. Ну ты куда, что ты смеёшься? Редились-то за десятку. Ещё пятёрку. Иди. Нет, ну а это... Иди, добытчик. Дела. Мама, у нас гости. Ну ладно, его, учё ты его. Здорово, мужики. Здорово, Серёга, здорово, Батяйка. Здорово. Ну как вы там, мне не рассказ. Слушай, подожди, сынок, а чё ты это увела? Так, вся компания в сборе. Колым, щеки. Лар, 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 ну гости пришли. Лар, ну чё ты, ну дай пятеричок, я сбегаю. Сбегаешь? Ну пойте, ребята. Сбегаешь? Сбегаешь? Ну ладно, ну чё ты делаешь? Вон отсюда! Вон отсюда! Вперёд, подожди. Сбегаешься, бессовестная. Всё, 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 на север завербуюсь. Вот как надоело. Пошли к нам. У нас с Василием койка пустая есть в общежитии. Пойдём. Не рови, Гриша. Перемериться, мука будет. Ну, 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 успокойся. Пошли, пошли. Я же всё ей делаю. Да, я не знаю. Всё, я не знаю. Ну, в общем, кончай всё это, Гриша. Работать будем. Чего? Рекорд делать. Рекорд? Да-да, Гриша, рекорд. Скажи, ты 250 за смену набить можешь? Ну, или хотя бы 200. Да набиваю. Руки, сволочи, дрожат. Понимаешь, всё ничего. А опоку никак не подцепишь. Ну, перерыв сделай, или я не знаю. Совсем завяжи. О, совсем. Меня какие... В какой больнице лечили? Лариску устроил, постарался. С нами главврач лично лечение проводил. Иду. Ротную давали. Условный рефлекс на неё вырабатывали. Ну, меня и выработали. Раз увидел главврача на улице, тут же замутил. А на неё? Да с ней это всё нормально. С ней в детстве. Серёга, никакого рефлекса. А на врача, представляешь, рефлекс. Слушай, Гриш, а ведь ты и 300 дать можешь, я знаю. Да мог. Ну, руки, сволочи, дрожат. Ты пойми, нам только одну смену продержаться. Одну единственную смену. А я тебе удобную форму подберу. Правда? Ну. А то, понимаешь, ты надоела. Чего надоела, Серёга? А? Да надоела. Ну, так вот, я не знаю, живёшь, живёшь, а... Ну, надоела. Не бывает у тебя-то? А? Бывает. Бывает. Ну, чё, я вообще-то... Я как все. Серёга, я как все. Ну, Серёга, молодец. Жить вот здесь будешь, койка свободная, а то один сбежал, морозов не вылезет. Понял, как скажешь. Ничего, вернётся. Давай-ка, Серёга, чайку взноси. Да, давай. Заколдованное место. Все возвращаются. Ну, рубишки натянули и пошли. Да, пойдём, поиграем в кулички. Ага. В песочек, слышишь? Страшновато что-то, а? Как в первый раз. Не дрейфь, Василий. Не дрейфь. Ничего, Вася, всё будет в порядке. Гриша, как? Руки я спрашиваю, как? Да, руки. Ничего, на душе таскать. Пятый день сухой хожу. Ничего, ничего, сейчас повеселимся. Триста дашь? Как триста? Батя, договариваюсь, 10, 50. Нам за две тысячи перевалить надо? Надо. Вас, верю, две тысячи не вытянуть. Это точно, я знаю. Вот нас семеро. Семь по триста, две сто. То, что надо. Вася две сотни даст, у Абрама четыре. Пётр Андреевич две, ну, больше им трудновато. Ну, я постараюсь четыре вытянуть. Давай, Гриша, давай. Значит так, ребят, на круг по триста. Договорились? Не, по триста много. Ну, то что, действительно, многовато. То что, нас из завода ногами вперёд понесут. За вас некому. Надо по триста. Вытягивайте. Ну, что, брат, обнимемся? Обнимемся, брат. Я в школе сто метровку бегал. Вот это спорт. Рванул и всё. Тут восемь часов. До Москвы можно долететь обратно. Ну, время, мужики. Прощайте, братья. Не поминайте. Мы цыгане. Прощай, мой табор. Пою по-суре двера. Стойте, мужики. Стойте. Может, не надо, а? Ну, как всегда, а? Ну, поработаем. Потрудимся. Ну, отдадим родине восемь часов. И по домам, а, мужики. А то ведь тоска потом будет. Я по себе знаю, мужики. Когда загадываешь или скажешь тебе что-нибудь, а потом не сделаешь, тоска тушит. Слов нет. А, Вась, батяек. Можешь мне загадывать, а? Не зарекаться, а? Фома, Ерёма, а? Ты что? Ты что? Ну, вот. Обнимались, целовались. Действительно. Белую рубакину надевали. Не, ребят, ну что? Я уже завёлся. Не, я не могу. Вот, вы меня сейчас одни оставьте, я чувствую, ты чудак. Всё, обожжение. Ты спокойней, Патренко, спокойней. Всё, всё, время, мужики, пошли. Пойдём, пойдём. Пойдём, друзья. Пойдём. 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 Продолжение следует... 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 Вы уже пришли? Что, не спится? Жара Разморилось что-то Да вообще, какой толк в этих ночных сменах? Все равно же никто не работает Так, одна видимость Мы все сделали, мы ночную ввели У нас коэффициент сменности 3 А что толку? А вы давно здесь, Николай Степанович? Да, давно Николай Степанович, я вот хотел вас спросить Мне бы в карандаши перевестись У нас из выпуска уже все ребята в конструкторских бюро работают Одни дураки остались на производстве Ну или самые умники У которых светит там начальник цеха, замглавного, главный, директор, министр Да, пожалуй, не светит Да вы меня не так поняли, Николай Степанович Я просто не люблю карьеристов Николай Степанович, напишите мне характеристику, когда Я не знаю, пожалуйста Напишу Спасибо Лучшую характеристику тебе напишу и подпишу Вот хоть ученый, напишу А потом ты же придешь ко мне, моим начальникам И будешь меня мутузить А все равно напишу Или ты сам что хочешь Напиши, а я подпишу, не глядя А так глаза зажмурю и подпишу Говорит директор Извините, что подним Кузьмичев из Литейна Да, происшествие В своем роде чрезвычайное Значит, мне не стал звонить так рано Валу Ты чего? А чего радоваться Не дотянули, у них 2400 было Если бы не проволынили сейчас Сынок, где? Ну, что ты сейчас скрипишь? Ну, что ты мне движешь на нервы-то? Пойдем Абрамов Я говорю, если бы сейчас бы не проволынили Наташа Слышь, может, ты ошиблась, а? Да сам считай Время! 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 Слышь! Э! Ань, ошиблась, ошиблась же! Э, иди сюда! Четыреста! Две четыреста двадцать по тебе! На полсотня ошиблась! Во! Что? Неужели две четыреста? Две четыреста! Слышь, две треста! Четыреста! Две четыреста двадцать! Слышь! Опа! Слышь! Слышь! Вот так вот по них, а? Слышь! А сделали мы, Абрамов! Сделали! Слышь! 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 О! Две пятьсот за тебе! Ань! Две пятьсот за тебе! Две пятьсот за тебе! Чего девять пятьсот? Две шестьсот! Верно, а? Вот так вот! Вот так и будем! И по конвертику, а мы лишнюю сотню! И опять по конвертику, а мы еще сотню! Хорошо, родичка! Так! Так говорю, Гриша! А так! Мог! Ха-ха-ха-ха! Ребята! Подайкин! Ну-ка давай-ка всех сюда! А в чем дело? Давайте в красный уголок! На митинг, что ли? Ну, люди! Ну, люди! И с позаранкой мне лень! Ха-ха-ха-ха! Мы уже отмитинговали! Пошли, Наташа! Ну, идите! Идите! Кому говорят? Ваши рестораны! Ну что, пошли куртингуем? Пошли, Наташа! Ты куда, Гриша? Ну барли! Гриша! О, третий на канале! Ха-ха-ха! Скажу! Пошли, вы Ribадо Оии! Ну что ж, товарищи, собрание в честь трудовой победы бригады фармовщиков Батяйкина объявляю открытым. Давайте проходите поближе. И вы, товарищи, тоже. Проходите, проходите. Как работать, так они первые. Как премию получать, их нет. Ну вот же, товарищи, от имени дирекции, порткома, завкома и комитета комсомола поздравляю вас с трудовой победой, с большой трудовой победой. И надеюсь, что чугунно-литейный цех станет гордостью завода. Правильно я говорю, Кузьмичок. Правильно? А, молчит. Значит, правильно. Ну, теперь награждение. Кто первый? Батяйкин. Батяйкин, бригадир. Абрамов. Да. А, держи. Спасибо. Хайрулин. Хайрулин. Держи, Хайрулин. Ах! Большой тимош можно устроить. А руки? Руки дрожать не будут. А что с ними делать-то буду? Жене отнеси. Да? Ага. Ой, ну что за жизнь. Выпить человеку нельзя. Ты! Ну, это делать надо, Петя, а? Да. Мужики, без этого не заковывай. О, слыхал? Вечером у меня соберемся, покумекаем. Вот, Петя. Надо 2 500, 2 600 дать. Я чувствую. Иначе. Чувствую завтрак 3 350, да. О, да 350 теперь мало. Мало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что же вы, ну? Ну, ведь они же зачинатели. Ну, и что? Вот им и слава, потому что хорошо работают, ну, жители. А вы? А мы работаем, как умеем. Да, мы как умеем. Да, Ванюш, прав. Как умеем, так работаем. Как Наталья сказала, слава творцу человеку, человеку 20 века, интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Ты пойми, нам больше, чем 2 500 в смену не нужно, понимаешь? И если вы в смену будете стабильнее давать 2 500 века, нам третью смену распустить можно, понимаешь? У нас освободится на круг человек 50. И вам же полегче будет. Ну, ты посмотри на себя, ты посмотри на себя. На кого ты похож? На своих-то посмотри. Завком еще вмешается. А почему вмешается? Мы же без сверхурочных. Ну, доказали вы свое, доказали вы свое. Успокойся. Завтра, чтобы в смене было 2 500 и ни одной эпохи больше. Понял, Владимир. А Лазарев сколько даст? Вы с ним говорили? Говорю. Ну? 2 500, ни одной эпохи больше. Хорошо, вы говорите. Ну, все по-фигу. Они 2 500, а мы 2 600, ни одной эпохи больше. Да. Значит, опять все с начала. Я сказал, мы их не выпустим. Сколько они, а мы на 100 штук плюс, и ни одной эпохи больше, иначе бригада не согласна. Потякин. Слушай-ка, а не слишком ли много ты на себя берешь, а? Бригада не согласна. А вот я сейчас пойду в бригаду и скажу 2 500. И они обрадуются, понимаешь ли ты, обрадуются. Пойди, Кузнечев, скажи. Да нет, ты пойди, пойди. Слава творцу человеку, человеку 20 века. Ну, вот так. Две с половиной, это предел. Всем ясно? Ну, а чего ж здесь не ясно? Сделал две с половиной ей? По домам. Так? Нет, домой нельзя. Ванюш, в сети филон до звонка, понял? А, ну вот теперь ясно. Ну, хватит дурачков-то разыгрывать. А они сколько будут давать? И они 2 500. Угу. Будем соревноваться за экономию энергии. Будем, будем. Только мы 2 600. О! Ясно? Ну, вообще, твое слово последнее. Еще молод. Николай Степанович, столько, сколько они, а мы на сотню больше. Да я же о вас забочусь-то. О вас, поймите вы, о вашем здоровье. Посмотрите на себя, ведь вы же... Я тебя спрошу, Петр Андреевич. Ну? Ты когда последний раз с женой спал? А что, по этой части тоже надо будет соревноваться с ними, да? Пожалуйста, пожалуйста, я готова, да угодно. А чего? Давай, давай, давай. Ну, что вам никак не угодишь? Мало давали, плохо. Больше даем, опять плохо. До того капризное начальство у нас. Ну, ищите получше тогда. Хватит прикидываться. Вы что, решили все деньги заработать? В миллионеры не выйдет. А если по-хорошему не хотите разговаривать? Другим языком поговорим. Наш тут не детский сад. А рисковый ты человек, Николай Степанович, рисковый. Да. Правильно про тебя говорят, рисковый. А ведь мы и обидеться можем. И опять на тысячу съедем. Тогда что? Что, опять оркестры-конвертики? Опять директора по ночам поднимать будешь, а? Нет, Владимир Федорович, на тысячу вы не съедете. Не сможете. Так не бывает. Это я по себе знаю. Знаешь, кто раз попробовал сладенького, так что на тысячу вы не съедете. Вот я даже такого и не слышал никогда. Без малого 30 лет на заводе, а такого даже никогда и не слышал. Да нет, этого в газетах даже не считал такого, если по правде говорить. Да, они нас просто за это разгонят. Ну? Да. А что, и в общем-то по-своему будет право. Да вы поймите, нас заставляли план увеличивать. Нет, мы сами. Нас заставляли по 3,5 тысячи набивать. Тоже нет, мы сами. Так вот так просто и должно быть. Понимаете? И расценки, и нормы мы сами должны устанавливать. Потому что мы хозяева-то. Мы. Так ведь смех подымется. Подымется смех. Того хуже нас в пример начнут ставить. В пример? Ну? Так ведь это здорово, а, Вань? А чего? Пусть ставят. Да так на весь город. Да, хоть на всю страну. Давай, бригады. Да вы поймите, мы-то сами, а из других начнут душу трясти. По примеру, бригада Бацайкина давайте все. Как тогда людям в глаза будем смотреть? За это дело могут, знаешь ли, те... Да, и правильно сделают. А как же? Рабочий народ такой, мое не трожь. Все, правильно? Проголосуем. Нет, а? Голосовать не будем. Или все все сами будем решать, без голосования. Или будем ждать, когда нам расценки срежут. Вы что ж думаете, нормировщики в цех нам приходили прогуляться? Работы наши ударные полюбоваться? Да. А, Серега? Да, конечно, мужики. Ну, чем мелочиться, что мы на этих копейках можем выиграть, а? А то, что расценки нам снизят, это абсолютно точно. А если мы это сделаем сами, зато перед нормировщиками дрожать не будем. Понимаете? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Жене эту такого не скажешь ей богу. Да, вот, Джон-то, и подрезает нам крылья. Ну, да. Освобождаться надо, Джон. Вань, раз пошла такая пьянка... Да ешь последний огурец. Точно. Пьянка? Слушай, какие же доктора лечили этой трудотерапией? Вкалывай, значит. И ничего. А тут... Ни война, ни стройка. Это что ж такое, а? Я вас спрашиваю, что с нами случилось? Братцы. Это что ж такое, а? Все. В армию пойду, тоже так буду. Как? Как, как? Вот так вот. Как Серега, как... Как мы, как все. В армии тебя быстро окоротят. Я теперь... Такое чувствую. Я окоротят, меня теперь никто не окоротит. Никогда. Ходил Кузьмичев? В перерыв зайду, чтобы разговор короче. Смотрю я на тебя, бригадир, и не понимаю. По силе я понимаю, горячий парень. Фому с Еремой понимаю, компанейские ребята. Им хоть куда, хоть на рекорд. Побузята пойдут в нашу, в компанию. По тынгу понимаю, а вот тебя нет. Ты же... Серьезный мужик. Тебя не своротишь, не собьешь. Ну, что ж ты столько лет пробавлялся потихоньку. И вдруг теперь... А ты все понять хочешь? Все тебе понять надо. Ну, а вдруг ты такое что-нибудь скажешь, чего я не пойму. Привет. А? Ладно. Скажу. Сначала, конечно, сам не знаю, почему завелся. Ну, как все. Как и ты. Так? Так. Ну, вот. А потом... У меня отец сибиряк. И дед, и прадед. Прадед у меня из-под Воронежа сюда переселился. Вот. Они до Омска железной дорогой доезжали. А там жребий тянули. Колодец номер 86. Ну, солдаты колодца заранее копали. В Омске покупали лошадей, фургон. И до своего колодца. Добирались и сразу печь ставить. Ну, чтобы хлеб. Вода есть, печь есть. Земля каждому едоку нарезана. Хозяйствуй. Ну, если, конечно, выживешь. Если не подохнешь самим семейством в первую же зиму. Не каждый выдержит, а? Не каждый. Отбор. И какие характеры отбирались. Вот и получились сибиряки. Я это слово слышал каждый день. Мне, ну, вот с таких пор врезалось. Спало все это во мне. А потом вдруг проснулось. Понимаешь? Да ведь я же сибиряк. Отца в деда, в прадеда. А как я жил? Норма, план. Урочные и сверхурочные. Поработал, пособачился, пошел домой. А что, зачем, почему? Ведь есть все-таки что-то за этим. Понимаешь? А яIEP. Юрий Петрович, Кузьмичёв просят принять Ну, пусть подождёт немного, он мне нужен Да, третий месяц, а? Если и дальше так пойдёт Ну, не сглазить бы, Юрий Петрович Главное, стабильность, враг в пределах нормы Брак резко сократился, вот что главное Механическая цеха просто ожидают Всё от нас, дорогой Секретарь парткома без механизации, без модернизации Нигабейки денег не вложив На голые, так сказать, самодеятельности А всё-таки недооцениваем мы партийную работу, организацию и соцсоревнования Это как это, недооцениваем? Ну, а вот так Получилось, и удивляемся, и кажется чудом А чуда никакого нет, так и должно быть Всё-таки я считаю, надо вводить автоматическую формовку План стали выполнять, значит, план повысит Да не без этого Ну, автоматика всем хороша Вот только соревноваться она не умеет Вот если бы не научились формовщики хорошо работать, то уж тут бы никакая автоматизация не поможет Если бы к автоматике, да ещё и соревнования Ну ладно, подумаем Пригласи Кузьмичёва, пусть войдёт Ну, я пошёл Ну, здоров Здравствуйте Здравствуйте, Николай Степанович Слушай, я к Батяйкину этому присмотрелся Хочу мастером забрать его на участок цветного литья Так, образования у него нет Ну, не все же у нас, академики Да и не пойдёт он Не пойдёт? Как не пойдёт? Да так вот не пойдёт Ну, это посмотрим У тебя что? Ох, боюсь я тебя, Николай Степанович Признаюсь, боюсь Ты для меня теперь как бог, да И молюсь на тебя, и боюсь тебя Ты же нас всех за горло держишь Вот каждый день к сводке кидаюсь И каждый день жду провала Сегодня завод вздохнул Весь завод, спасибо А завтра Завтра не посадишь нас на голодный паёк? Не будет возврата к старому? Не будет А вот новенькое кое-что есть Бригада Батяйкина Просит снизить ей расценки Так, повысить? Да нет Снизить На 6-7% То есть Это в каком же смысле? Да в каком же смысле В самом прямом Рабочий участка серого чугуна Просит, чтобы им снизили расценки Заявление принесли И другая бригада Лазарева Тоже согласна И тоже заявление Так А что произошло? Нормировщики что-либо? Я же приказал От делу труда и зарплаты К ним не вмешиваться Да, я Ну, минут через 30 позвоните Я освобожусь Ну, минут через 30 позвоню Ну, минут через 30 позвоню Мы в кассе деньги оставляли Так они это сделают Не могу же я рабочих Уговаривать не снижать расценки Ну, черт знает что Нужно их поддержать Юрий Петрович Ну, ладно, ладно Только, чтобы шума не было Сделать, как хотят Пусть хоть бесплатно работают Раз уж они Такие выси поднялись Поднялись Не знаем мы рабочих-то Всю жизнь с ними они знаем А я вот за четверть века Ну, двух-трех лентяев-то всего и встретил Все хотят работать Все хотят зарабатывать И все хотят уважения Все Только одни верят В то, что это возможно Но верят в себя А другие нет Вот эти поверили И еще что? Что еще вы придумаете? Ну, пока нечего Там посмотрим А сейчас Наталью уволите Да, 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 да Я предлагаю тоже Меня уволить То есть, ну, не уволить, конечно С завода совсем А перевезти и меня А на твое место кого? А никого Учетиться не надо А как же тогда считать? А не будем считать Выработку каждого отдельно считать не будем Ну, а как же тогда? Как? А так Берем подряд на бригаду Две пятьсот в смену Ведь больше не нужно Так? Ну и все Бригада дает две пятьсот в смену А кто сколько набил Никого не касается Я вижу Мысль-то у вас в одном направлении идет Чтобы никого ничего не касалось А чего же плохого, Степанович? А ты любишь, когда В твою работу вмешивается? Нет Ну И мы тоже нет А если не выйдут Двое-трое Никого не касается Бригада дает две с половиной Да Так И значит Абрамов будет обрабатывать Хайрулина Или Патынгу Ну ладно Меня обрабатывать не надо Ну а менять что? Менять что? Слушай, привыкли Как чуть-чуть Что-то Патынга Патынга Слушай, мальчика для битья нашли А мне, между прочим Скоро сорок лет стукнет Я вам вот что скажу Если я глупый Я буду их обрабатывать А если нет Научу набивать так Что их не придется обрабатывать И вообще Николай Степанович Ничего мелочи Знаете Знаете, я все равно перевожусь Я считать я больше не буду Что это я как натирательница какая-то хожу За ними Ну правильно Как дети Вернулись в детское состояние А и то правда Степанович Как дети А потому что На душе чисто Как у дитя Чисто на душе И честно Хорошо На душе Вот жил-жил Жил-жил и не знал Знаешь что, Степанович Не ставься нам рогатки Точно Вот вы смотрите Зарабатываем мы нормально Кассе подойти не стыдно И отойти, я бы сказал Не обидно Верно Всех денег все равно не заработаешь Да как-то и скучно это Но зато я точно буду знать Что получу в расчет Что в аванс И не будет никакой нервотрепки И вообще Раступись Формовка, ребят Поймите, Степанович Ведь мы будем получать Заработанную плату А не заработанную Вот в чем дело Ну ладно До отпуска оставим так А после отпуска попробуем Да, я вам не говорил В июле весь участок решили закрыть А вас всех в отпуск Завод литьем обеспечен Вот так вот Так что на месяц хватит с избытком Что, всех вместе? Слушай Это что, как поработали, да Мужики, вот это да А что же Что же это получается Получается, что мы что Что мы прежде плохо работали, что ли Так получается Нет, ведь это Если это все так будут Так это же Это же может всю страну завалить литьем, а Ну там и всякими другими товарами Всякими всевозможными, а Конечно, конечно А все это не так просто Так нет Это я говорю Мы руками-то вот Руки-то руками И головой немножко Слушай Это Может Ко мне это видим Что-то Ну может видим Правда ко мне Нет, мужики, действительно Его же надо домой во дворе Ребят Ну что, все йогательные вещи Говорят Пошли во дворе Пошли во дворе Давай Давай Пошли 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 домой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok 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 Иван Панин Иван Еремин Григорий Пасынин 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 Субтитры создавал DimaTorzok